За сутки в Ставрополе температура воздуха резко упала на 12 градусов. Мороз после дождя превратил дороги в каток, что стало причиной настоящего транспортного коллапса. Так на Старомарьевском шоссе затор продержался порядка трех часов. Причиной стало сразу несколько аварий. Фура не успела затормозить. Машина 25-30 в ДТП. По мнению экспертов, основная ошибка в несоблюдении золотого правила водителя в гололед – держать дистанцию. Прежде всего соблюдать интервал. При совершении маневра убедиться в его безопасности и только после этого его совершать. Также особое внимание мы хотим обратить при проезде пешеходных переходов. Быть более внимательными, заранее снижать скорость в случае появления пешехода, чтобы была возможность остановиться и пропустить. Всего 7 февраля на Ставрополье зарегистрированы 120 мелких и 7 серьезных ДТП, где погиб один человек и 9 получили тяжелые травмы. Впрочем, и после действий дорожной службы аварии не закончились. Дорога подсыпанная, нормальная дорога. Это все от водителя зависит, хоть скользкая дорога, хоть не скользкая дорога. Все от водителя зависит, потому что надо быть постоянно внимательным. На Мамайке чуть в речку Мамайку не снесло, потому что там асфальт и лед сплошной. Спускался со скоростью, наверное, один шаг в 10 лет примерно. Плохо, конечно, много побило вчера, тяжело было. Гололед. Просто гололед. Два дня ставропольские дорожники работают круглосуточно в усиленном составе. Смесью из песка с солью в первую очередь посыпают маршруты общественного транспорта, спуски, подъемы и перекрестки. Всю ночь работали, в данный момент дополнительная техника привлечена. Дежурство выставлено с двух часов дня, вчерашнее, со вчера. В травмпункте тоже работы прибавилось. Здесь принимают круглые сутки с документами и без них. А чтобы падение не привело в больницу, советуют соблюдать несколько простых правил. В сам момент падения, конечно, постараться необходимо максимально сгруппироваться. Прижать голову к подбородку, максимально присесть, тем самым уменьшив высоту падения. Руки необходимо прижать к туловищу максимально, тем самым ограничив взаимодействие отдельных участков конечности за землей и по возможности стараться падать на бок. Эти правила нужно запомнить, а лучше прорепетировать дома на чем-то мягком. Синоптики обещают в феврале тепла не ждать. В дальнейшем похолодание продолжится и в утренние часы 9 февраля уже ожидается минус 11-16. Достаточно крепкие для этого времени морозы на территории края сохранятся вплоть до середины месяца. Также будет дискомфортным юго-восточный ветер порывистый, который периодически будет усиливаться до 13-18 метров в секунду.